День, добрый, друзья. У меня есть одна любимая пословица, ну как поговорка. У нас закончились деньги, поэтому нам пришлось думать. Судя по тому, что происходит за последние 2-3 года, деньги действительно закончились, и бизнесу приходится думать. К сожалению, если раньше мы могли взять, мы как бизнес, как предприниматели, могли взять список своих услуг, номер телефона, все это написать буквально на заборе и ждать клиентов, и они придут, то сейчас этого явно недостаточно. Уже 5 лет я руковожу брендинговым агентством «Ленин». Ленин не потому, что мы как-то особенно любим Владимир, не побоюсь этого слова Ильича, потому что это продукт, агентство продукт двух людей. Лена Лукиной, профессионального маркетолога, члена гильдии маркетологов России, это я, и талантливый дизайнер Инна Глазовой, поэтому если сопоставить 2 имени, и получится у нас Ленин. Открывались мы в Самаре, сейчас агентство работает, имеет представительство не только в России, но и в Европе. Мы работаем с очень многими рынками и наблюдаем ситуацию в очень разных сегментах. И поэтому, когда я сегодня сказала, что деньги кончились, это, наверное, больше… в принципе вообще. Мы наблюдаем изменения на рынке, причем эти изменения связаны даже не с самими сегментами и не столько там с рыночной ситуацией, они связаны больше с тем, что изменился потребитель. И часто бывает, когда мы делаем брендинг продукта или рекламную кампанию, нам приходится знакомить собственника с клиентами, на деньги, которых он рассчитывает. Потому что, как ни прискорбно, собственник бизнеса имеет очень смутное представление о своих клиентах. Я уверена, что вы не из таких. Но позвольте мне немножко рассказать о современном потребителе, кто он, что он, чем он болеет. Потому что, зная нашего потребителя, мы лучше ему продаем, качественнее это делаем, и делаем дороже. Знакомьтесь. Это современный потребитель. Ну, в смысле того, что не то, что он кот, а то, что он устал. Современный потребитель очень сильно устал, причем, ну, когда я говорю про современного потребителя, мы же понимаем, что помимо бизнесменов мы тоже являемся потребителями продуктов и услуг. Он устал даже не от того информационного шума, который вот везде, и все говорят, там, 500 тысяч сообщений на нас сталкивается и так далее. Он устал от необходимости постоянно делать выбор. Если вы поговорите с психологом, с любым вам обязательно скажут, что ситуация выбора – это одна из самых сложнейших ситуаций психологически для любого человека. Но я думаю, что девушки, которые сегодня выбирали, что одеть сюда на конференцию, меня потом поймут. у мужчин это немножко легче с этой ситуацией. Но вот чтобы понять, что выбор – это тяжело, представьте себе, что мы с вами приехали в Петербург и пришли покупать пельмени. Ну, почему в Петербург? Потому что, чтобы не было таких реально хороших ситуаций, мы пришли и зимушка есть. Вот в Петербурге нет, в зимушке это не реклама этих пельменей, конечно. Но там их нет. Там есть совсем миллионы других пельменей. И вы пришли выбирать. Что происходит? Происходит так называемый маркетинг, где называют это синдром белки, когда вы стоите и начинаете дергаться от пачки к пачке. То есть вы взяли одну пачку, посмотрели, повертили, положили обратно вторую. Почему? Потому что вы не можете сделать выбор. А предприниматели, не заботясь о вашем психологическом настрое, не предоставили вам аргументы для этого выбора. Единственный аргумент, который вы видите, это цвет пачки. Там желтый и зеленый. В этом плане, когда я смотрю современную рекламу, мне всегда удивляет, как предприниматели могут считать, что аргументом для выбора является номер телефона или список услуг. То есть мы просто берем, ставим номер телефона и думаем, что человек должен сам как-то нас выбрать. Так вот, современный потребитель постоянно устал от этой истории. Он устал выбирать. И вместе с тем он еще, какое такое видоизменение с ним случилось, он превратился, он все больше и больше превращается в такого скептика. И скептик, который везде ищет подвох и постоянно задает вопросы. Почему дорого? Почему дешево? Почему я о вас ничего не слышал? Ну, вспоминайте, наверняка вы каждый день с такими вопросами сталкиваетесь. И в этом плане, единственное, мы как предприниматели, что мы можем сделать? Мы можем, понимая, что он скептик, предоставить ему много-много ответов уже сразу, чтобы не провоцировать вот эти недомолвки, вот эти недопонимания. Мы говорим, товарищ, мы сейчас тебе все расскажем, все по-честному, так и так. Потому что если вы это не сделаете, он спросит интернет. А самое интересное, он все равно спросит интернет. Ведь кто из вас здесь в последний раз покупал что-то дороже 5000, не заглядывая в Google? Кто-то что-то вообще… Кто-то покупает без отзывов в интернете? Ну, чтобы вот… Есть такие? В том зале там вопросы задавали не в приложении, кстати, а по бумажкам, поэтому, я думаю, есть такие люди, которые до сих пор отзывы в интернете не смотрят. Так вот, есть же правила, которые я не устаю повторять, каждому нашему клиенту. Не важно, что ты говоришь о себе, важно, что говорит о тебе Google. И мы каждый раз спрашиваем тот или иной товар, выбираем и смотрим, а что скажет Google в этот момент. Причем мы так обленились, современные потребители, что мы даже ленимся уже искать в Google. Мы что делаем? У каждого есть Facebook и ВКонтакте. Мы спрашиваем. Друзья, я хочу поменять натяжные потолки, куда мне обратиться. Я хочу купить новую губную помаду, мне старое надоело. Какую книжку мне почитать? Мы спрашиваем в соцсети, даже лень, скажем, испытывая такую леность залезть в Яндекс, мы спрашиваем в Facebook. И в этом плане мы должны сами понимать, что в этом мире мы и живем в таком, когда потребитель является скептиком, постоянно спрашивает интернет, постоянно с ним советуется, но хуже всего то, что он еще и сам назначает цену. Пока это происходит еще неофициально. Пока это происходит следующим образом, что мы с вами… Ну вот поверьте мне, если я хочу купить утюг за 5000 рублей, я зайду в интернет, и через 10 минут я найду утюг за 5000 рублей. Тот, который мне нужен за ту цену, которую я хочу. Уже существуют платформы, когда потребитель размещает объявление, куплю диван за 10 тысяч рублей. И уже ему присылают предложения различные производители и говорят, вот купить диван у нас или у нас, или у нас. Мир настолько перевернулся, что мы как потребители уже сами говорим, вот за такую цену я бы купил, а такую нет. И как продавать в этой ситуации? Достаточно сложно, надо сказать, что сейчас бизнесы перестраиваются, и маркетинг очень сильно меняется. Я всегда, вот если мы говорим о компаниях, которые связаны, ну скажем так, которые больше стартаперы, которые только начинают, я всегда советую, ну такие следующие шаги. Продайте за ту цену, за которую можете продать, а потом спросите у этого клиента, что нужно, чтобы продать, чтобы он купил дороже. Маркетинг, что это такое? Ну есть такая старая басня про то, что первый маркетолог, это японец, который вышел и начал спрашивать своих соседей, какие фрукты привезти ему на следующий день в свою лавку. Вот сейчас маркетинг таким образом построен, что мы только у нашего потребителя можем понимать, а что нам сделать, чтобы продать тебе дороже, да, что бы ты хотел еще увидеть в нашем продукте, что бы ты смог его купить там на 5 копеек дороже. Мы постоянно это делаем в своем агентстве, разрабатывая, допустим, упаковывая продукт в фирменном стиле. Я понимаю, что поднять цены, вот то, о чем говорили сейчас, мы можем только, если мы начнем коммуницировать и спрашивать, а что будем делать. Но самое интересное, что если с теми современными потребителями, которые старше 35 лет, еще кое-как мы можем разговаривать, то новые поколения, это вообще в принципе такое для большинства бизнесов, это чудо чудное. То есть это люди, с которыми коммуникации стандартные по Котлеру вообще не работают. Новое поколение — это европейские маркетологи уже окрестили их поколение немедленно. Это люди, которые совершенно не готовы ждать, и как-то, вы знаете, им смешно на понятие продающие тексты, потому что они в принципе их не читают. Все последние буклеты, которые мы создаем у себя в агентстве, за последние два года они построены на принципе инфографики, потому что вы заметили сами по себе фрагментарное чтение, вы уже не читаете все, что больше пяти строк по диагонали, наискосок. Именно поэтому мы это понимаем, как бизнес, да, и должны на это реагировать. Поэтому инфографика, короткие сообщения, у вас нет времени, чтобы о себе заявить, надо делать это быстрее. Новое поколение всегда онлайн, причем они видят разницу между онлайном и оффлайном. Они даже онлайн в тот момент, когда они оффлайн. То есть мы встречаемся с друзьями, с ними там как-то сидим, беседуем, и в этот момент что делаем? пишем кому-то, инстаграммем, скроллим свою ленту в фейсбуке. Даже в тот момент, когда мы сидим в ресторане и что-то обсуждаем. А почему это происходит? Почему вот этот феномен, почему нам обязательно, вот сейчас вы здесь, кто из вас не сделал инстаграм, что он здесь на битриксе? С ума сойти. Настолько обленили, что даже лень сделаешь. Инстаграмм, что вы на битриксе. Все почему? Потому что для современного потребителя вот этого нового поколения, младше 35 лет, им важно не только владеть, но и делиться этим. Неважно, сколько у тебя денег, важно, насколько интересно ты живешь. Вот сейчас это главное правило, которое работает во всех отраслях. Если раньше героем вечеринки был мальчик, который, я не знаю, приехал на дорогой машине, то сейчас герой вечеринки, который, мальчик, который, не знаю, автостопом там проехался по Узбекистану, вернулся живым и рассказывает об этом. Вот. В этом плане главный спич моего сегодняшнего выступления, короткого, такого, моя задача вдохновить, в том, что современный бизнес, любой современный бизнес, это бизнес по доставке опыта, настолько интересного, которым бы хотелось поделиться. И это применимо ко всему, от банковских услуг до, я не знаю, там, что там, починки обуви, до, я не знаю, даже хлеб покупая, можно испытывать такой опыт, который, ну, не стыдно рассказать. В той же хлебнице я с удовольствием рассказываю, как они, ну, череда вопросов, так у них прописано, вы, наверное, заметили, да, что они, ну, ты даже не хочешь купить пирожки, но ты все равно покупаешь, ну, просто потому, что там вот все выстроено так качественно. Давайте спросим себя, мой бизнес дает ли положительно какой-то интересный опыт, которым хочется поделиться, а что мне сделать для этого. И в этом плане по-новому начинают работать пространства, вот в том пространстве, в котором потребитель получает услугу, мы можем, ну, насытить таким образом, такими фишками и всякими интересными вещами, которые позволят вот эту коммуникацию потребителю вовне сделать. Но, к примеру, мы в силу своей работы, мы очень много пьем кофе с клиентами, то есть просто там тоннами. И в какой-то из дней мы придумали такую банальную вещь, сделать там печенье с логотипом имбирное, я думаю, любой бизнес там уже много раз это заказывал. И предлагаем печенье в фирменной кружечке Ленин, там с видом на Волгу, вот офис и так далее. Почти вот, ну, наверное, 8 из 10 клиентов уходят за инстаграммой в эту историю. То есть я прям вижу, когда мы начинаем там пить кофе или чай, лежат печеньки, я провяжу, как они достают свои айфоны, делают в инстаграмму прикольное там явление, да, и дальше, и дальше начинаем дальше разговор. Ну, то есть вот эту историю тоже вы можете подумать. Может быть, сделать какие-то места, даже придумать. Многие какие-то бизнесы, там рестораны придумывают места для селфи. Ну, почему бы это и не делать? Ну, к примеру, вот наши проекты, которые таят в себе историю. Викторианская доставка в вегетарианской кухни ежи. Понятна доставка, понятна вегетарианская кухня, понятно, откуда такой бренд, да, то есть ежик на велосипеде, который там едет и доставляет еду. Название нейминг не наш, наш фирменный стиль, то есть создавая, мы понимали, для кого мы это создаем, поэтому мы зашили вот такую прикольного персонажа в эту историю, которая очень узнаваем, и которая доносит ценности компании, да, экологичность, там, здоровый образ жизни и так далее. Кто-нибудь из вас хоть раз был на фестивале Метафест? Были? Два человека? Вы из Самарской области, друзья мои? Фестиваль Метафест проходит уже 11 лет на Мастерковых озерах. Два года назад мы поменяли ему фирменный стиль, будучи в оргкомитете фестиваля, сделали фирменный стиль таким образом, что мы нарисовали много разных картиночек забавных, то есть авторские вот эти вот рисунки и позволили нашим, скажем так, гостям фестиваля выбрать и заказать себе там майку, кружку вот с этой картинкой. И это было очень интересно, очень многие там разместили заказы, самое главное, что там такая сумасшедшая белка, она побила все рекорды и заказывали там больше всего ее, но это такая история, возможность игры, когда мы потребителю говорим, мы сделаем продукт, который тебе будет нравиться, просто выбери какой ты хочешь. Или, допустим, там милая кофейня, кофе кошка, когда ты придумываешь историю про кошку и про ее приключения, и эта история транслируется во все коммуникации, где это возможно. Чаще всего мы покупаем не сам продукт, а информацию о нем. Вот это тоже очень важная вещь, когда мы занимаемся брендингом, особенно в услугах, потому что в услугах клиенты не могут разобраться между хорошо и хорошо, они могут понять разницу между хорошо и плохо. А вот когда хорошо и хорошо, знаете, вот сайты делают на рынке, ну, условно, хорошо все, да, потому что вы не можете разобраться, насколько плохо там, но если он работает, значит хорошо. Вот, и в этом плане здесь мы, что продаем, да, что мы продаем дороже, мы продаем информацию о процессе, о создании, о том, что он потом этот сайт будет там с вами делать. Миру нужны, то есть перестали продаваться просто продукты и услуги, мир нужны коммуникативные продукты и услуги. Что это такое? Это когда продукт, товар или услуга порождает какую-то историю о нем, который потребитель может рассказать. Причем коммуникативность складывается не на этапе построения маркетинговых коммуникаций. То есть не вот мы сначала придумали, будем делать табуретки, а потом наймем маркетолога, который будет придумать, как табуретки продавать. Коммуникативность это сразу, это идея бизнеса, это как мы будем вообще его продавать. Ну давайте сравним, что будет лучше продаваться. Бизнес, который придумал там 30-летний москвич или 120-летняя бабушка из там села Верхоянск. Почему? Ну потому что история, 120 лет бабушка придумала бизнес, ага, уже интересно. Или там, я не знаю, кто будет востребован, просто бухгалтер или бухгалтер, который там работал, там, не знаю, президента Российской Федерации, к примеру. То есть история какая-то. Мы общались, есть небольшая частная клиника в Самаре, и я сидела с собственницей бизнеса два часа. Мы пили кофе и обсуждали, собственно, как бы про что они будут говорить в своей рекламной кампании. И как все как один врачи говорят, у нас замечательное оборудование, у нас лучшие профессионалы и так далее. Но я понимала, что это абсолютно не та история, которую хочется рассказывать, и уже там психология сказала, скажите, а почему вы вообще занялись этим бизнесом? Ну что вам вот сподвигло, зачем вам клиника? И у человека сразу так покраснело щеки, она сказала, вы знаете, когда мне было там 16 лет, от неправильного диагноза умер мой очень близкий человек, от неправильного диагноза врача. И я поклялась себе, что я пойду там учиться на врача, что я никогда в жизни больше этого не допущу. Я говорю, понимаете, вот эту историю нужно рассказывать людям. Вот это и является аргументом для выбора, а не то, что у вас там современное оборудование и так далее. Сейчас продаются истории, а не сами продукты или услуги. Поэтому, друзья мои, рассказывайте истории. Все, что вы продаете, товары, услуги, можно ли это сделать коммуникативным. Рисуйте эти истории. Существует очень много агентств дизайнерских, которые могут передать вашу историю с точки зрения графики, с точки зрения грамотного брендинга. И самое главное для бизнеса сейчас, в эпоху вредного потребителя, когда он вас уже не хочет, понять, а есть ли что, что мы можем рассказать о себе и захочется ли эту историю потом передавать другим. Ну вот, собственно, спасибо. Спасибо огромное, Лена. В принципе, есть вопрос, какая история, в принципе, даже российская или мировая, наиболее яркая в контексте этого доклада. Но на самом деле у каждого работающего бизнеса есть какая-то история успешного бизнеса. Вот мы когда начинаем с клиентов работать, там обязательно есть, почему он создается, почему там это такой продукт или услуга. Другой вопрос, что история была бы здоровья, если бы она была уникальной. Но вот, например, самое первое, что пришло в голову, это опять же там сказала про бабушку, девушка, которая открыла бизнес по производству экопродуктов, там варенья, там и так далее, и так далее, взяв на работу бабушек из конкретного села. То есть там было загнивающее село, где не было работы, там ничего, она, собственно, была сама из этого села, она собрала там бабулек, говорят, давайте мы будем собирать ягоды, будем варить варенье, я буду эти ягоды с вареньем продавать. Причем самое интересное, тот объем продуктов, которые она продает, это явно уже не бабушки делают. Но история есть, да, что это, то есть вы покупая варенье там за 500 рублей, понимаете, что это не просто варенье, что там бабушка из там Тьму-Тараканьска собрала их там сама своими ручками, сварила, как дома. Ну вот первое, что пришло в голову, история такая. Ну сегодня не пятница, а если бы была пятница, то тогда бы… История про виски, это на самом деле то, как можно самогон с историей продать в 10 раз дороже. Ну вот еще история, я прямо, ты сказал про виски и про пиво, ну просто не люблю виски. История про пиво, про то, что одна там из компаний американских, выходя на рынок, понимая, что конкурентов очень много, они заявили, при производстве пива мы ошпариваем бутылки кипятком, поэтому у нас самое там лучшее пиво, самое лучшее… Любое производство ошпаривают бутылки, просто об этом не заявляют. И когда конкуренты начали говорить, а мы тоже ошпариваем, потребитель сказал, ну конечно, сейчас чего угодно можете говорить, конечно, вы тоже ошпариваете, да. Или там окна, мы делаем окна без применения свинца. Любое окно делается без применения свинца, ну потому что это по технологии. В этом плане, я говорю, тут истории могут быть даже вот, ну, да. Все? Ну вот, Антон хочет задать вопрос. Но мы сейчас, могу только сказать, тенденции в брендинге, потому что, ну, как бы это наш бизнес, а тенденции в том, что мы уходим от текста в картинке, и чем больше картин, тем меньше вообще буквок. То есть там система инфографики начинает очень активно работать, и в принципе, ну, какая-то вот фрагментарность мышления человека, она и в рекламе в том числе. Плюс ко всему перестают работать, ну, прямая реклама, начинает все хуже и хуже, вот то, что мы видим, там, щиты и так далее. То есть идут больше программы, ну, другого характера. Тоже маркетинг, но это уже не рекламного характера идет. Вот, но это вот… Ну, смотрите, если мы говорим о теории поколений, то вот сейчас поколение, вот это молодое поколение, это поколение white, да, то есть это люди, которым вот и весело жить, им хорошо там, зафоткаться. А следующее поколение, вот если, опять же, эту теорию вы знакомы, это поколение Z, это поколение национальной безопасности. Это люди, самые старшие сейчас 13 лет, вот, ребенку из этого поколения, они еще не покупают, они еще не активные покупатели. Вот когда они станут активными покупателями, что произойдет? Но это, скорее всего, вообще будет очень сложно продавать, потому что они вообще, ну, из дома будут мало выходить. Вся коммуникация пройдет через интернет, и в этом плане, когда вы коммуникации свои выводите в сеть, вы делаете правильно абсолютно. Вот оффлайн будет все меньше и меньше. Вот, и с поколением Z, как работать, никто еще не знает. Поэтому если вот кто-то говорит о том, что есть какие-то умные книги, пока их нету. Как работать с этим новым поколением? Что будет, тоже непонятно. Горизонт планирования ближайшие 3-4 года. Поколение национальной безопасности их называют. Но это потому, что, смотрите, наши дети сейчас растут, сюда не ходит террорист, туда не пойди, упадешь, ногу сломаешь. То есть это поколение, которое растут, вот безопасность прежде всего, и безопасность для них очень важная ценность. Но эта теория поколений прямо в интернете забивается, очень интересная история, и для бизнес тоже полезная. Спасибо огромное, Лена. Спасибо, друзья.